Мы переходим к следующему вопросу. Он совершенно не похож на тот, который мы сейчас обсуждали. Абсолютно так мне представляется. Сейчас то, что у нас было, это более-менее абстрактные какие-то схемы, рассуждения. Мы пытались из каких-то вещей простых понять гораздо более сложные. А сейчас предлагается для обсуждения чрезвычайно эмоциональный кусок. Страсти, эмоции – чисто человеческие дела. Итак, в нашем недельном разделе трижды упоминается ненависть близкой женщине. Кошмар. Итак, 21.15 сказано, если будут у мужа две жены, одна любимая, одна нелюбимая. Кстати, по-русски написано «нелюбимая», а на иврите все-таки это покруче. Написано «снуа». Ну, тебе уже сказал вчера, Дима, что «снуа» употребляется не в смысле ненависти совершенно. И то же самое «лея», например, называется «снуа». Ну, неужели Якова ненавидел я? Просто любил меньше, чем Рафаэль. Окей, неприязнь. Ну, как-то, но не негатив. Но это негатив, правильно? Ну, в любом случае, это негатив. Ну, надо смотреть на слова, как они употребляются в таре, в контексте. Конечно, ну, а переводчик, он попытался нелюбимой, менее любимой, да, приблизиться к тому, как он употребляется в контексте. Дима, тебе скажешь, что даже написание разное? Хорошо, точнее, да, давай так, не разбивай мою линию, окей? То есть мы сейчас прослушаем линию, потому что она, кстати, построена на слово «ненависть». А потом можно как-то это, значит, по-другому переиграть. Ну, хорошо, ладно. Только, пожалуйста, проверьте, у меня сейчас перед собой нету, как бы, хумаж, я могу пойти посмотреть. У меня три пасука, я не написал, видите, они все написаны по-русски, и там везде слово «возненавидят». Действительно ли в них вовтрёх слово «син-а». Итак, 21.15. Если будут у мужа две жены, одна любимая, одна нелюбимая. Это снуа, это правильно. Дальше. 22.13. Следующее. Если возьмёт муж жену и войдёт к ней, возненавидят её. Всё, там тоже написано слово, я могу сам посмотреть, там тоже слово «син-а». Да. Да? Окей. 24.3. И возненавидят её последний муж. Там тоже слово «син-а». 24. А, у меня тут русский. 24.3. Как написано в нейврите? Да, да, «уснеа». Да, «уснеа», правильно. То есть, мы три раза видим, я сейчас говорю по тому, как построен этот комментарий. Мы три раза видим, три раза проявления, я скажу, ненависти. Да? Вы можете сказать, что ненависти каким-то… Во всяком случае, это некоторое очень отрицательное чувство, эмоции. Значит, я, я, сдаю его вопрос. Вопрос не очень… Вопрос понятный из жизни, но непонятный как бы по прямому смысле. Мы из всех этих трёх пусухов, мы видим, что это вот сильное чувство неприязни, ненависти, ненависти, оно к человеку близкому, а близость, насколько я понимаю, она заключается в том, что произошёл некоторый переворот. То есть, человек близкий не потому, что он его взял специально близко к себе, чтобы его ненавидеть. Он стал близким, потому что к нему его, ну, грубо говоря, любили, приблизили к себе. Как любовь превращается в ненависть, и почему это происходит зачастую именно среди близких людей в семье, на уровне семейном, на уровне мужа-жена? Всё. Это первый вопрос. У кого-то есть соображения? Алло, сейчас буду перечислять. Оксана, Елена, Андрей, Таня, Рина, Лео, Инна, Дима, Алексей, Григорий. У вас что-то есть, что сказать? Ну, потому что от самого близкого человека ждёшь полного совпадения взглядов и полной поддержки, так сказать, абсолютно во всём. От человека на улице этого не ждёшь. Окей, это, смотри, это близко к тому второму, что я буду говорить. Ты не совсем, ты как бы, это не твоя вина, ты делал даже не в этом, но ты близко подошёл к тому, что я хотел сказать дальше. А именно, как мы понимаем, что означает близость в отношениях между людьми. Человек, по-видимому, у него есть свой внутренний мир, правильно? Этот внутренний мир, он как бы, это как некоторый котёл, в котором происходят какие-то реакции. А что является, как бы, хомером-материалом для этих реакций? По-видимому, то, что находится ближе всего от него, это его заводит. То, что он читает в новостях, произошло там в Африке, не знаю, в другом городе, на улице, это абстрактно. Это не воздействует на него. А вот то, что находится рядом с ним, рядом с ним, вот это очень сильно влияет. Присутствующие согласны? Алло. Ну, Тора же, в принципе, как я поняла, четыре жены, так же Коран, как Коран. То есть, фактически в Коран прикочевала эта норма, и с Тор, я понимаю, четыре жены. И то, что к четырём женам надо, если довёл четыре жены, то каждая жена, жене должен относиться так же, как к другой. То есть, абсолютно ровное отношение к любой из жен. Но на практике же получается как? Одна жена любимая, другие нелюбимые. И с этой точки зрения, в принципе, как запрет на то, что если действительно у тебя несколько жен, то ты должен именно соизмерять свои силы, дабы именно твои чувства, не только как бы материальная составляющая, но и твои чувства были одинаковые. То есть, ненависть как таковая, запрет в рамках того, что ты отвечаешь сразу на нескольких человек. Окей. Можно я только в галактическую сторону освещу курацию, ладно? Проблема. Во-первых, ограничений количества жён нет в лудаизме, только для царя. А простой человек, если он может быть очень богатый или любвеобильный, он может быть сколько хочет. Во-вторых, с другой стороны, если мы посмотрим во вторых, никогда, фактически почти нигде нет ситуации, когда берут другую жену, изначально, просто так складывается там, не рожал сара, ну давай ему агарь. И там Лаван так устроил Якову, что двух дочек, и так далее, и так далее, постоянно. Дальше там цари у них политические всякие, так сказать, браки и прочее. На самом деле, Тарас совершенно не одобряет многоженство, она его позволяет, когда это есть необходимость. Да, сори, но вы его водите не туда, то есть мне интересно... Я бы не знаю, но я хотела, поскольку человек коснулся этой темы, ограничений на количество жён нет, но это не приветствуется в лудаизме. Поэтому, так сказать, ну с другой стороны, действительно есть требования, если он взял себе другую жену, он не должен вообще... Она должна материально или как-то другим, в другой области вообще... А по сути мне нечего сказать, у меня нет такого опыта ненависти в семье, вообще никогда не было. Мне трудно понять, как можно ненавидеть любимого человека, у меня просто не случалось такого. Ни детей, ни мужей, ни жёных... Ну это происходит, но ты знаешь, что такое происходит. Ну алимутбами шпаха, то есть вот как бы... Да, да, я знаю, что такое бывает. Бывает сто процентов. Алимутбами шпаха скажем, кстати, если мы пошли в эту сторону, если мне можно сказать, да, это тоже в сторону немного. Но в данном случае это как раз не проявление ненависти, потому что этот муж, который бьёт жену, он вовсе не хочет к ней разводиться. Он хочет постоянно иметь при себе, и он хочет её постоянно подавлять и проявлять к ней... Он отдыхает. О, да, он... Это его психологическая агрессия. Он хочет проявлять к ней агрессию, он хочет свои агрессивные чувства, которые не копились за день. Тут его начальник отругал, там его подчинённые не послушали, в автобусе на него кто-то накричал. Он приходит домой, тут он может себя проявить, там, он, наконец, может быть мужик и побить его. Да. Но это не значит, что он её ненавидит. Когда люди не любят друг друга, они расходятся, ничего такого страшного. Удаизм это разрешает. Окей, но у нас здесь есть проблема. Тогда я как бы чуть-чуть раскрою карты. Куда я бы хотел повернуть вот наше обсуждение? Я бы хотел повернуть наше обсуждение, замкнув его на самом человеке, который является предметом ненависти. Не на объекты ненависти, да, в данном случае, там же, в данном случае жена, да, что надо делать, чтобы там... Прежде всего посмотреть, взять увеличительное стекло и посмотреть на человека. Откуда у него появляется ненависть? Вот, дальше развитие такое. Ненависть как реакция на глубокие внутренние переживания. Ощущение причинённой боли, обиды, душевной раны именно близкого человека. Это, вот это, по-видимому, является как бы тем, что способствует ненависти. Я не поняла. Секунду. То есть ты хочешь, ты идёшь по дороге к Грише, потому что тебя самый близкий человек сейчас не понял, обидел. Да, это почему? Да, да, это почему именно близость связана с этим. Но дальше... Это как раз то, что Григорий говорил. Да, 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 сто процентов. Но вот дальше вывод, который я делаю, или который сделали до меня, я прочёл, это не мой копирайт, но мне это понравилось, там было сказано так. Вот эта ненависть, она является зеркалом собственных ощущений, неприятия своих собственных поступков. Зачастую было сказано, я думаю, что это правильно. Психологи, они объясняют эти вспышки ненависти, что это некоторая, получается, сублимация своих собственных чувств. То есть человек, как будто он видит в зеркале самого себя. И в каком-то смысле это ненависть, это ненависть к самому, к себе и неприятие самого себя. А не конкретно, когда он говорит, почему такой суп или почему не это, это всё неважно. Ему наплевать на этот суп на самом деле. Его что-то раздражает внутри. Проблема в нём, проблема в нём, а не в том, как, грубо говоря, она себя ведёт, одевается, сказала и всё. Это только триггер. Поэтому ответ, наверное, он может быть такой. Если у тебя есть вспышки ненависти, прежде всего посмотри, не пытайся сказать, что она должна вести себя по-другому. Посмотри на себя. Очень может быть, что проблема, она в тебе. Я хочу, если можно, пример привести из книги Йова. Таких примеров очень много. Это первое, что вам пришло в голову. Действительно, вот потому, что ты говоришь, что это отражение. Там в книге Йова, я сейчас открыла просто на русском языке это, и там есть такая ситуация. Когда ему совсем стало плохо, уже поплохил Йова, он говорит, и сказала ему, жена его, «Всё ещё ты твёрдь в непорочности своей, проклани Бога и умри». То есть не можешь больше выдерживать, скажи всё. Ну, понятно, да, сделай проклятие Бога и умри. Но он сказал ей, как одна из негодных, говоришь ты, «Неужели доброе примем мы от Бога, а злое не примем?» и так далее. Короче, он на неё начинает тут же катить бочку. Вот такая же ситуация, да? Неважно, что она там сказала, но почему он так нервничает, почему он так злится? Именно потому, что она ему сказала то, что у него внутреннее напряжение у Йова было, что у него было у самого, возможно, такое желание. И он выстаёт против этого своего желания. Окей. А может быть по-другому? Да. Да. Да, Гриш, мы тебя слушаем. Давид и Михаил, да? Да. Давид танцует. Она ему говорит, как ты себя ведёшь. Ну да. И у него явно не просто одноразовая вспышка, а ненависть дальше уже такая многолетняя. Так если заняться психоанализмом, вот просто подумать. Ведь Давид до этого постоянно себя сдерживал, так сказать. Ну что, ну не может же быть, что он не злился на Шауля, так сказать, на всех, кто устроил ему такую хорошую жизнь. Но он постоянно сдерживался, не убивал, так сказать, там, ничего не делал. Но должно это когда-то вырваться наружу. Вот и вырвалось. Окей. Ну, может быть, это... Ну ладно, я хотела про Михаил сказать. А можно по ситуации? Таня, Таня, мы рады, что к нам присоединилась. Пожалуйста, скажи два слова. Оксана, мы вас не слышим. Да, привет. Здорово. А мне вообще, ну я как бы присоединилась, может, вы уже это говорили, про ненависть. Такое сильное слово, оно мне всегда режет слух, когда люди им разбрасываются налево-направо. Дети вот в Канаде я была, они там, I hate, I hate. Мне так это просто было удивлено. Да, вывести тоже все время говорят. Мне это тоже, да, я тоже... Ну, это как нож в сердце. Я просто, это такой критерий слишком сильный. Вот, я им учила говорить... Может быть, это психологически? Я их учила все время говорить, мне не нравится, I hate это сильно. Вот, и там тоже вот именно это слово ненависть. Дима, сейчас ты скажешь. Да, там слово ненавидеть, и я согласен с тобой. Я замещаю за собой, потому что я тянусь за другими. Во всяком случае, в Израиле очень принято. Опять, религиозные, они не так сильно употребляют. В нормальном языке это, а не сонэ, а не сонэ, и человек это говорит, именно вкладывая сюда очень много эмоций. Это действительно какое-то открытие клапана для того, чтобы выплеснуть то, что в тебе есть. Это на каждом шагу. Полностью с тобой согласен. Но вот тогда то, что ты говорил, оно подходит, объясняет, почему человек, ему без разницы, суп или еще чего-то, он просто выплескивает. Зачастую, человек, знаешь, человек говорит, не утруждаясь определить объект. Он просто говорит, а не сонэ, а не сонэ, а не сонэ, а не сонэ. Я просто вспоминаю, а в каких случаях у нас слово ненависть звучало в Торе. И я только вспоминаю ненависть между мужем и женой и между братьями. Нет, еще было выясна, выясна у того, выясна у того, кто кого, выясна у того. В основном ненависть. Есть еще заповедь. Не ненавидь своего ближнего сердца своем. Альтис Найт, хихо. Да, 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 да. Хорошо. В любом случае, я хотел сделать обобщение, что среди родственников очень близких. Но конкретно в нашей пароше, три раза ты сказал, употребляешь ненависть, и три раза обязательно рядом стоит любимая жена. То есть, какой урок жизни отсюда? У нас урок жизни. Если ты мужчина самоуверенный, очень хорошо о себе думаешь, и у тебя куча денег, и ты сможешь обеспечить и еду, и одежду, и секс три раза в неделю для двух жен, то ты дурачок. Все равно ты будешь одну только любить, а вторая будет нелюбимая. Урок жизни из нашей пароше. Наверное. Хотя, смотри, я не вижу в суках конкретного осуждения многоженства. Я не вижу этого. Мне тоже это странно, как ты понимаешь. Я не представляю, как люди могут разделиться, и как у человека может быть несколько женщин. Нам это невозможно просто физически понять. Мы однолюбы по жизни. Но почему ты за всех прям говоришь сразу? У нас встречаются и другие люди. Однолюбы в том плане, что мы можем как бы переключаться с одного на другое. Мы переключаемся. Короче, я не хочу заглянуть эту тему, но все-таки я думаю, что западный человек в своем, как в этом, но мы однолюбы. Мы так выросли. Мы невозможно играть в несколько игр одновременно. Ну а женщины, это они будут творить. Как сказал мой сядь один, он сказал, что человечество, я верю в прогресс человечества. Если прогресс человечества пришел в такой форме брака, видимо, это позитивно. Так что мы до этого не до раз. Да, Тань, мы тебя слушаем. Ну так женщины между собой же постоянно будут соревноваться, ссориться, он же не выдержит это. Это Дима открыл эту тему. Слушай, я не знаю, у меня не было такой ситуации. У нас даже работницы не было. У каждого должен быть свой дом, как у Якова. У каждого свой шатер. То есть есть четыре жены, четыре квартиры. Как они будут ссориться между собой? В коридоре или где? Найдут, найдут, Дима, повод. Дима, сколько у тебя домов в Харькове, скажи? Женщины вообще не должны встречаться. Надо сказать, что... Пусти мы там в один из квартир. Есть где развернуться. Слово для второй жены. Вы знаете, как называется? Все знают, кто знает Еврид. Как называется вторая жена? Или третья? Это цара. 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 Которая доставляет цар, то есть горе. Не цара, а цара. Цара, цара. Цара, да. Цара, да, хорошо. А как называется третья жена? Не, ну это не важно. Третья жена я тебе скажу. Третья жена цара. Цара, цара, ура. Нихама, можно тебе вопрос, как к талмудисту. А почему небеса плачут, вернее, жертвенник плачет, только после развода с первой женой? А почему он не плачет после второй жены, третьей? Не знаешь? Вот что в талмуд об этом говорит? Слез не хватает. Это где-то есть, но я сейчас не вспомню. Я помню, что об этом говорится, но конкретно. На самом деле, ну, в Маслищинской Душине там сказано, что это за 40 лет до появления, до зачастья младенца раздается божественный глаз, что такая-то таком-то предназначена. Есть некое предназначение божественное. То есть идеальный план, вроде того, как мы говорим о Берешит, да, что было сначала планировано, Раф Ширкетушевске, да, планирование, реализация, там, оценка и прочее. То есть есть какой-то гениальный план, вот, и это первый брак. Первый он получает божественное, а следующий он получает по заслугам. Так говорит это самое, Маслищинский Душин. А вот я сейчас все время думаю, а третий вот интересный? Ну, не знаю. Так, а может быть, мы не знаем, где первый, а где второй на самом деле? Ну, конечно, все не так просто. Я слышала очень разные всякие вещи, что иногда бывает так, ну, такой учитель, каббалист один рассказывал, что если кто-то был предназначен на женщину кому-то, а между тем кто-то пришел и ее отхватил себе перед этим. И страшное дело, этот человек может умереть, поскольку она ему была предназначена другому. Ну, это, в общем, так, это в скобках, в скобках, как баллистические всякие закрутки. А где написано, что за каждую слезу или как-то так, ну, жены? Давайте эту тему оставим. По-моему, Натан, еще кто-то был. Нет, у меня больше не было, честно скажу, но я хочу опять пройтись по списку, чтобы меня не кололи. Вот у нас есть Елена. Елена, нам дико приятно, что вы с нами присутствуете. А если бы вы нам еще что-то сказали, было бы что-то замечательное. Ой, спасибо, я пока не разбираюсь. Окей. Послушаю. Ну, замечательно. Мы услышали ваш голос, это было очень приятно. Так, ну, хорошо. Таня, вот Таня сегодня совершенно у нас молчит. Таня, вы хотите нам что-то сказать? Я рада вас всех слышать, просто я прибежала с работы, бегом слушаю. Нет проблем. Нет проблем. Да, я не помню. Но я у всех, да, мне очень все интересно, и, конечно, было бы что сказать, просто все в кутерьме в этой. Ничего, я, Мариночка, привыкну, потом тоже буду с вами. Нет проблем. Хорошо. Окей. Я наберусь смелости и скажу, дорогая Рина, а почему вы нам ничего не говорите? Рина. Не молчит. Так, вот есть Лео. И, ну, мы сегодня слышали. Алексей сказал пару слов. Андрея я не слышал. Короче, ребят, я не буду к вам приставать прямо с ножом в горло, но идея такая. Это хеврута. Мы все говорим, некоторые кричат. Может быть, как я. А некоторые очень тихо говорят, спокойно. Среди нас тоже есть такие люди. Это редкость, но есть тем не менее. Но, как бы, общее пожелание. Мы должны двигаться вместе. Плуцой. Хеврута – это сильное слово. Хавер – это есть Едит. Едит – это друг. А Хавер – это, я даже не знаю, по-русски, кстати, по-русски друг, правильно? Едит – он тоже друг. А вот что такое Хавер? Товарищ? Товарищ, товарищ. Ну, у нас, да. Тамбовский волк и товарищ, да, это мы все помним, как бы. Это не совсем. Оксана хочу поблагодарить особенно. Она поскольку выступала. Да, да, да. У нас хаверим, вот мы хаверим, но не в том смысле, как в смысле товарищ, который все-таки был подпорчен советской власти. Да, как бы, серьезно относиться к этому слову невозможно. На иврите есть такое, называется хавер-митлага, то есть, как бы, товарищ по партии, тогда это понятно. А как бы хавер… Поэтому у нас хеврута. Хеврута – это все вместе. Окей? Все, мы на этом заканчиваем. У меня последний вопрос. Бейстрим можно задать? Нет проблем, нет проблем. Насчет жены, например, вот там, я не знаю, вы разбирали, то, что развелся с женой, потом женился над другой, и потом он не может вернуться к первой. Это относится к Бене Новых? Это заповедь для Бене Новых тоже? Нет, такого запрета нет. Но вообще, я, кстати, вопрос не засыпаю. А что тут такого? А если она не вышла замуж за другого, ведь можно взять ее назад? Даже заповедь так и есть – вернуть свою разведенную жену. А почему, если она вышла за другого, уже нельзя? О чем тогда Тора говорит? Я тебе скажу, я читал обещание. Вот я спрашиваю у вас, какой смысл за этим? Я тебе скажу, слегка я близна, я просто читал прямо на эту тему. Я не помню, кто. Нет, я знаю, почему это вопрос. А вечером, чтобы не… А не вечером он отпускает жену, она уходит к другому, а утром он принимает ее обратно, вот и все. Это как принято как бы в современном мире в каких-то местах, когда просто обмениваются женами. Это может быть такая же ситуация. А, типа открытое такое отношение, да? Да, у меня вылетело из головы, есть такой термин даже по-английски, правильно? Как это называется? Open, open relations. Нет, нет, не open, нет, не open, а когда пары меняются туда-сюда, все. Он не имеет в виду, нет, не имеется в виду не такое прямо, а это как сердцу. Хорошо, да, 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 чтобы был сложный, должен быть сложный процесс, чтобы не было такого, чтобы вечером ее отпускать, она уходит к другому, а утром она возвращается, все нормально. Ну, это надо гетто, он должен гет написать, но тем менее он написал гет. Гет кретот, гет кретот, кретот, это естественное слово, правильно? Потом на ней другой женится, тот получает какую-то свою мзду за это, и потом он ее тоже отпускает. Я не хочу туда идти, потому что нас, смотрите, нас закинет на совершенно новый вид того. Нет, я просто... Не сильно мешает во всем этом, сильно мешает, я не понимаю, почему тебе это не мешает, мне сильно мешает, что все время, говорится, одна и та же вещь, она повторяется, она ему не понравилась. Елена Кориня, а ей сегодня не понравился. А мне вот интересно, Натан, как сделать так, чтобы это исправить? Исправить что? Понравиться. Чтобы понравиться. Да, но почему вся эта связь односторонняя, почему он является тот, который... Почему не может быть обратной ситуацией? Жена уходит, потому что он ей не понравился. Но, ребята, это очень длинный разговор. А вот все, да, окей. По-видимому, это... Потому что в Талмуде, например, есть такая вещь, что если жена приходит и говорит, что я его не могу выдержать, то ее, так сказать, мауселе, да, то он должен, его заставляют дать вегет. Но почему сегодня это плохо работает? Это длинная-длинная история. Потому что в какой-то момент стали подозревать женщину, что она... Ну, вовсе он ей не противен, а просто она... Ей понравился кто-то другой. И она решила, что тот лучше, красивее, моложе... А это не причина? Нет, это не причина. Нет. Ну, вот так вот. И это причина, чтобы с ней развести? Да, нет. А тут она... Он ей не противен, но она хочет другого получше. Вегетивно? Нет. Я думаю, нет. А? Это не причина. Нет. С точки зрения Галахи, это не причина. Но на самом деле, сегодня, сегодня даже не принимается причина, когда женщина приходит и говорит, что я не могу, он мне противен. Это очень сложно доказать. И вообще, с гетами у нас тяжелая ситуация. Это вообще... Да. Окей. Во всяком случае, эта тема нас уведет далеко. Ну, хорошо. Инна хотела что-то доказать. Нет, ну, правда, потому что это серьезная тема, очень тяжелая. И они можно... В современном Израиле женщина может обратиться в Рабанут с просьбой дать ей гет? Или только мужчину? Да, может, но она должна доказать, что есть серьезные причины. Например, что если он эмпотент, или если действительно он болен какой-то ужасной болезнью, что она не может это вынести. Или работает там ассенизатором от него. То есть, реально есть причина доказать, что он ей противен, она не может с ним продолжать жить. А мужчина, то есть, нет семей, мы будем прийти и сказать, она мне просто не нравится, что плохо говорит. На самом деле, поскольку на сегодняшний день закон таков, что если жена не хочет принимать гет, то насильно ее почти невозможно тоже выгнать. Но есть огромная проблема с мужчинами, которые не хотят давать гета, правильно? Да, это гораздо более частая проблема. Если жить, почему? Потому что женщина не хочет получать гет. Она говорит, не надо, берет себе любовницу и живет с ней. А ты живи как хочешь, исправляйся как хочешь. Женщина не может так поступить, потому что пока она не получила развода, для нее любая связь, это приведет к деянию. Это кошмар. А мужчина нехорошо, но терпим. Это вообще дорого в Израиле? Дорого в Израиле? Ну, вот этот развод дорого? Это вообще зависит от того, как люди себя ведут, если они соглашаются во всем. У них нет никаких совершенно... Я имею в виду пошлина, которая государство берет за это. Или у вас по-другому? У нас это дешево, поэтому легко развести. У нас тоже это недорого. А проблема не в этом. Причем государство? А проблема в том, что есть некое неравенство, неравновесие между мужчиной и женщиной. И очень много есть отказниц гета. Это тяжелая история. Большой вызов современному раввинам, которые должны вынуждены искать какое-то решение. И однозначно хорошего решения. Сейчас наказывают. Отбирают водительские права, например. Не дают выезжать из страны. Ну, делают все. Сажают в плане случаях в тюрьму. Но для этого там нужно 7 лет, наверное, с ним бороться. Это не сразу посадить человека в тюрьму. Но это только проблема религиозных. Но это проблема только религиозных. Нет, у вас же нету сетского брака. У вас же в стране нету сетского брака. У вас же только религиозные браки, как я понимаю. Неважно. Но сегодня я тот, кто называется дом БЦБУ, то есть известный. Ну, ладно. Тут такой глубок проблем. Послушай, я согласен с тем, что от нас уходит. Но вопрос был конкретный. Я думаю, что я не специалист, но ответ простой. Для того, чтобы с точки зрения законов страны, да, жена считалась женой, совершенно не обязательно делать хупу и тиворобинат. Есть огромное количество людей, к нашему сожалению. Огромное количество людей, которые по тем или иным причинам. Часто почему? Потому что они не хотят быть связаны с религиозным истеблишментом. И вообще идти в Робинат им это противно. Они куда-то не ходили. Они едут на кипу, едут в траву. И все. Да ладно. Помимо этого, есть сегодня, по сегодняшнему закону, известное в обществе, то, что называется Едуаба Цибул, то есть мужчина живет с женщиной, она имеет там 95% прав замужней женщины. Поэтому те, кто не хотят жениться, они просто живут вместе. И если там какие-то им полагаются права... У нее есть права, я даже... Ну, неважно. Сегодня очень много прав приравняют. Она же... Не буду в это вдаваться, но... Хорошо. Мы эту тему более-менее разобрали. Да-да-да. Ребенок, который родится вот в такой паре гражданского брака, он признается евреем вообще-то? Абсолютно, 100%. Это же родила еврейская мама. У него никаких понижений в правах. Вопрос другой. А как она доказывает, что он не мамзер? Это отдельный большой-большой вопрос. Это как бы... Ребята, это снова можно, так сказать... Давайте мы возьмем специалиста. Если это интересно, мы возьмем специалиста, который нам расскажет. А, кстати, вот Рубинс, наверное, Раф Рубинс. Он сводит, разводит, хоронит, не про нас будет... На самом деле есть целые судьи, целые куски в Талмуде, которые занимаются этим. Что мы подозреваем, что мы не подозреваем. И как сегодня религиозная практика раввинская работает, это интересно послушать Раф Рубинса. Я, например, знаю одна женщина, знакомая, которая легла даже двух детей от искусственного благотворения. Она не замужем. Умные очень женщины, знают все законы, связанные с этим еврейским. И она специально пошла в Рубанут, и обоим своим детям сделала заранее, когда они еще маленькие, разрешение лавоба цибур, так сказать. То есть иметь полные права, так сказать, не лишение прав в смысле женить. Потому что они не мамзеры, что они не штуки, не всякие типы детей, которые неизвестно, откуда взялись, неизвестно, кто их папа. Поэтому сегодня это как бы решается. Это надо узнавать у раввинов, как они это решают. Они всегда-всегда старались еврейской галаха как можно больше разрешить. Даже если есть какие-то подозрения, что ребенок мамзера всегда старается выйти из такой ситуации. Даже больше того, сегодня, насколько я знаю, не принимают свидетельство ДНК. То есть отец хочет доказать, что дети – это не его дети, Рубанут не будет принимать, делать им анализ ДНК, чтобы действительно доказать, что ребенок не его, что он мамзер. Потому что я бы не хотела. Мне не хочется доказать наоборот. Нет, если, как мне рассказывали, что если, наоборот, необходимо доказать о том, что непонятно, откуда взятшийся ребенок еврей, то как раз-таки сдают анализ ДНК. Это другое дело. Я же говорю, в одну сторону – да, в другую сторону – нет. Всегда они старались сократить количество сомнительных детей. Но, тем не менее, эта проблема действительно существует. Но надо знать, как она решается, более подробно. Окей. Мы начали с любвения. Но если дальше, мы перешли вообще говоря к вопросам всякой регуляции многоженства пятого и десятого. Но, тем не менее, мне кажется, было достаточно интересно. Хорошо? Мы можем на этом закончить. Спасибо. Спасибо.